Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Поэтому ее можно разрисовать Или спрятать недостатки под какими-то орнаментами, вышивкой Сегодня мы будем лаковую сумку разрисовывать витражными красками У нас на ней плямы, я так разумею, жовкие просто пишу Да, ну сумка могла или от солнца, или сложили, ну то есть вариантов, как вещь портится, различные Да, очень много, но нам хочется сохранить свою любимую вещь Я взяла вот такую сумку лаковую, дно я уже сделала, я покрыла витражными красками дно Получилась глянцевая такая же поверхность Почему я беру витражные краски? Они лаковые, блестящие и тонкий слой наносится, то есть они идеально подходят для лаковых поверхностей Еще нам нужен перманентный маркер, он помогает нарисовать контуры и не смывается То есть сверху можно перекрыть, если что-то нас не устраивает красками, но контуры нам нужны Образец я взяла вот такой рисунок, это тоже относится к теме бренда, который мы будем разрисовать И этот рисунок оригинал, поэтому хочется приблизить оригинал к оригиналу С чего мы начинаем? Я так разумею, малюнок мы уже намалювали, правильно? Да, ну можно там еще добавить какие-то элементы, посмотреть, как там на листиках есть детали То есть, чтобы вы видели, что это легко маркером рисуется, он через минуту уже не смывается С чего мы начинаем? Ну, начинаем всегда с дальнего угла или с центра и постепенно будем разрисовывать краю Почему? Потому что краска, она все-таки липнет, растекается, и чтобы не спачкать руку, нам удобнее всегда с дальнего угла разрисовывать Ну и, конечно, пользуемся оригиналом, посмотреть, как оно выглядит Я начну с розы Нам для этого понадобятся краски, растворитель Растворителем для красок идея может любой на ацетоне средство для снятия ногтей Главное, не больше 10-20% разбавления Это может и как разбавить краску, если она чуть-чуть загустела Ну, есть еще другие краски Они на основе сальвента чуть-чуть другой И между друг другом они не смешиваются Поэтому, если я буду брать другую краску, то их не буду смешивать отдельно Ну, то Дима, можем и починаты Да, я вам тоже дам кисточку Вот, смотрим на образец, выбираем цвет, который нам нравится Если какой-то цвет нас не устраивает, у нас есть белая краска Которой мы можем разбавить нужный оттенок получить и нужную краску Вот, например, центр цветка у нас оранжевый Вот так темновато Может получиться, может не получиться Я чуть-чуть добавлю белой краски То есть вот уже такой оттенок у нас получается Вот мы смотрим на образец и начинаем рисовать Бояться не надо Все, что получится, вот так и было задумано То есть все получится Главное... Давайте, может быть, вы починаты Будем же я там Так, ну, я серединку оранжевым цветом Наношу... Оно наносится легко, тонким слоем Можно перекрывать вот эти черные контуры Можно добавлять... Эта краска друг с другом смешивается И поэтому можно оттенки получать, какие хотим Я думаю, что исправить, подправить легко Краска сохнет в течение часа Поэтому лучше, конечно, сумку в таком горизонтальном положении И держать в течение часа, чтобы она высохла И тогда мы ее сможем взять... Почему раньше не нужно брать краска? На краске может остаться следы от пальцев, пока она не высохла Поэтому лучше, конечно, дождаться полного высыхания Ну, это так приятно, я вам скажу, работать То есть, никаких таких... Ну, и не сложно, я же говорю, не надо бояться То есть, у всех все получится Главное, конечно, вот все-таки материалы Вот это очень важно Потому что, когда хороший материал, тогда и будет результат Мы намагаемся замальовывать эти контуры, так? Да, ну, здесь они на черном фоне, а у нас зеленый фон Поэтому я черные контуры закрашиваю Ну, они нам как подсказка, помощь, где нужный цвет находится Будь-який малюнок, может, брать, я думаю, что из интернета что-то подобается Можно нам перемалювать Если перерисовывать, то можно в помощь копирку То есть, передавить рисунок Кто не умеет малювать Да Эти краски лаковые еще можно наносить на дерево На стекло, на керамику Мы уже делали чашки раньше в программе И вот оказалось, что можно и на лаковые сумки Если у нас что-то не вышло, мы можем этим... Разбавителем снять, выступивши за окраины То есть, он легко снимает Если даже засохла краска, ацетон растворяет чуть дольше, надо времени Так, смотрим, где у нас еще оранжевый цвет Почти длина Да, пробуйте, не бойтесь Почему лаковые краски, вот эти витражные краски, они моются То есть, сумку можно протереть будет, когда полностью будет закрашен рисунок Когда мы будем пользоваться этой сумкой каждый день Ну и хочется, чтобы она не пачкалась Так вот, эти краски, они долговечные и износа устойчивые То есть, доглядать за сумкой очень легко Как и до этого Просто протереть влажной тряпочкой Может быть, где-то даже мыльным раствором Они не боятся этого Я думаю, что Ну вот, вы тогда оранжевый цвет берете А я какой-нибудь другой, чтобы интересно было и быстрее Цвета можно комбинировать Мне нравятся эти краски Потому что они Хоть через 5-10 лет, они не засыхают То есть, это Ну, качество краски меня очень устраивает Вот малиновый цвет, как раз вот такой брендовый, красивый, яркий, как здесь показано Эти детали у нас не много То есть, я вот сейчас вот таким оттенком буду стараться нарисовать Я вот хочу запитать Какие особенно вы речи еще таким чином прикрашали або оновлювали, давали другое життя? Ну, раньше, еще лет 5 назад я занималась реставрацией вещей То есть, дубленки, джинсы, сумки, обувь Это все можно разрисовать Ну, бывает, любимая вещь и жирное пятно Обидно, химчистка не берет Как-то хочется это оставить и украсить Так вот, такое даже украшение получается, мне кажется, интереснее, чем она была раньше Да Ну, да, я сейчас думаю, где это у меня будет Я уже так просто побачила все помаранчевое, что есть Я уже начала Ну, вы видите, что это не сложно и приятно Они ложатся легко Навіть я зі своими художними можливостями, яких у меня немає Можу Ну, главное, мне кажется, те, кто не умеет малювать, понимаете, что, если вы хотите, вы можете перекопировать малюнок И нанести будь-що Ну, вот у нас бывают мобильные телефоны, ноутбуки То есть, где вообще вот этими красками можно что-то улучшить, украсить Вот как хочется что-то свою любимую вещь сделать неповторимой Эти краски хорошо ложатся на мобильные телефоны На обувь лаковую можно тоже добавить То есть, это моющиеся краски Она уже оживая уже, такая сумка Так, сейчас Хорошо, когда есть образец Ну, если вы художник и вам нравится творить самому, конечно, можно это рисовать все из головы У нас, даже если мы чуть-чуть ошиблись по какой цвет первый, какой второй Я думаю, что все равно это вот так должно быть Так получилось, так красиво И кто сказал, что так не должно быть Для листиков мы возьмем другую краску Я только ею буду в этом месте рисовать, потому что они не смешиваются с предыдущими красками Здесь у нас такие как бы пятнышки Ну, вот я беру вот такой зеленый насыщенный цвет Это французские краски До этого были итальянские краски Они чуть-чуть гуще Но тоже такие же плотные, насыщенные цвета Вот можно Мне кажется, они действительно густящие Потому что так они прямо И как маслянистые Ну, у них другой растворитель И чуть-чуть он быстрее испаряется Чем вот эти краски, которые мы раньше брали Почему я вот итальянские люблю? Они долго сохраняют свои свойства Додаем кольори У нас такие виходят какие-то незвычайные кольори Не совсем не такие, как на малюнку Но это что-то свое, оригинальное Мне кажется, что это даже лучше Вот такая у нас сумка Оновлена Виходить, в ней вы можете Доповнити свой образ А я вам, как всегда, скажу Что главное, это ваша фантазия И главное, это ничего не бояться У вас обовязково все выйдет З вами была программа «Я знаю как» Я ее ведущий Юлія Кучеренко Дивіться нас за тиждень Ви дізнаєтесь багато цікавого І з впевненістю скажете «Тепер я знаю как»